Уважаемые друзья, в данном уроке я хочу рассказать о том, какими качествами должен обладать администратор в Инстаграм, так как личные качества человека во многом определяют результаты его работы. К качествам, которыми должен обладать администратор Инстаграм, можно отнести следующее. Первое. Коммуникабельность. Качество, которое позволяет найти общий язык с различными людьми и в различных ситуациях или обстоятельствах. Второе. Стрессоустойчивость. СММ-специалист должен уметь работать с разными тематиками, следовательно, находить общий язык с большим количеством людей, а здесь не обойтись без негатива и каких-то недопониманий, для решения которых нужны хорошие нервы и терпение. Третье. Работоспособность. Хорошая трудоспособность – необходимый навык, так как развитие и продвижение любого аккаунта требует большого количества времени и сил, чтобы добиться желаемого результата. Четвертое. Наглость. Наглость и смелость – одни из факторов, которые будут благоприятно влиять на развитие аккаунта и отстаивание своего мнения при создании контент-плана или размещения постов. Когда я говорю о наглости, то о самом позитивном ее проявлении, то есть умении добиваться намеченной цели. Пятое. Умение работать в команде. Чтобы добиться хорошего результата, должна работать целая команда специалистов, а именно дизайнер, копирайтер, таргетолог, фотограф, видеограф и маркетолог. Также необходимо уметь с ними работать, понимать друг друга с полуслова и доверять. Шестое. Позитивный настрой. Часто настроение администратора сказывается на его работе, поэтому позитивный настрой будет благоприятно влиять на развитие и продвижение аккаунта. Седьмое. Креативность. Увидеть в сети необычно интересный аккаунт – достаточно сложная задача, так как каждый выбирает для себя определенную манеру ведения аккаунта, шаблоны и цвета, которые больше всего нравятся или дублируют чужие идеи. Очень редко СММ-специалисты дают полную волю своей креативности и творят красивые вещи. Не бойтесь экспериментировать и пробовать новое. Восьмое. Умение не пропадать. Это важный аспект деятельности специалиста. Необходимо придерживаться контент-плана, по которому публикации, скорее всего, должны появляться ежедневно, или у заказчика могут появиться какие-то предложения или замечания. Поэтому его мгновенная связь с вами будет вызывать дополнительное доверие и позитивный настрой. Девятое. Работа с эмоциями. Эмоции и отклики в сети могут быть как положительными, так и отрицательными. Нелетко встречаются споры и гневные комментарии под постом. Главное не поддаваться панике и все сразу не удалять. Это вызовет только еще больше негатив. Лучший вариант вывести все в позитивное русло путем компромиссного решения и признания своей ошибки. Десятое. Концентрация на том, что можете сделать только вы. Для этого лучше всего решить для себя, чем больше нравится заниматься именно вам и полностью погрузиться в этот процесс. Чем пытаться браться за все по чуть-чуть и не добиться успеха в итоге. Функционал администратора в Инстаграм. С чего стоит начать свою деятельность администратору Инстаграм перед тем, как приступать к созданию или введению аккаунта? Первое. Для начала лучше всего просмотреть своих конкурентов и аккаунты со схожей тематикой. Проанализировать, как оформлен профиль, как пишутся посты, как часто размещаются, какая целевая аудитория. Сделать лучше, чем у конкурентов, одна из основных целей администратора аккаунтов. Второе. Необходимо сформировать стратегию развития вашего будущего аккаунта. Это важная тема, и о ней мы поговорим в отдельном уроке. Третье. Создание контент-плана – одна из важных вещей при работе с аккаунтом. Составление плана помогает экономить время, разрабатывать качественный контент, подготавливать и выбирать все изображения заранее, а не мучиться в последний момент, когда нужно выложить пост, который еще даже не написан. Четвертое. Для написания качественных постов лучше разработать план и следовать ему на протяжении определенного времени. Садиться и писать за один день все посты разом – не самая лучшая идея, если вы знаете, что ваш предел – это один-два поста. Лучше распределить свое время в течение недели и писать свое удовольствие. Пятое. Настройка рекламы будет требовать особых навыков и знаний для того, чтобы настроить ее более точно и не сливать бюджет впустую. Этому мы тоже посвятим отдельное занятие. Шестое. Стоит не забывать, что одним из эффективных способов продвижения является взаимодействие с блогерами, которые могут помочь в рекламе вашего товара или услуг у себя в социальных сетях или на своем канале на YouTube. Седьмое. Проведение опросов, конкурсов и прямых эфиров – неотъемлемая часть продвижения аккаунта. Это дает возможность увеличить свою аудиторию и более детально ее изучить. Восьмое. Через администратора профиля также осуществляются продажи и услуги, так как это тот человек, который должен реагировать на сообщения и обращения в срочном порядке.